МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работа заключается в предоставлении социальных часов лицам пожилого поколения. В эти часы люди могут прийти и позаниматься оздоровительной гимнастикой, плаванием и скандинавской ходьбой. Всем им уже больше 50, но их активности могут позавидовать даже молодежь. Под чутким руководством тренера представители серебряного возраста делают зарядку, суставную гимнастику, силовые упражнения. В Фоке Орион в Новом Городе места хватает всем. Я всегда занималась не спортом, а физкультурой со студенческих лет. И поэтому могу сказать, что такие занятия, именно те занятия, которые проводятся в этом зале нашим инструктором Наталье Николаевне, это очень эффективно. Потому что здесь сочетаются элементы йоги, элементы фитнеса, силовой нагрузки и элементы того, чтобы развить и упрощить долговременную память. Кроме занятий в спортивном зале, участники могут посещать бассейн. Это еще одна возможность бороться с возрастными недугами. Но спорт – это еще не все. Главное для людей – общение. Занятия – это закалка, забота о собственном здоровье, что является главным для человека уже в нашем возрасте. То есть ответственность за свое здоровье является примером для детей и внуков в их воспитании. Ну и, естественно, общение, потому что нас очень много, мы укрепляем здоровье в дружной компании. На бесплатные занятия спортом приглашают всех пожилых людей города. Занятия с группами активного долголетия организованы в спорткомплексах «Фаворит», «Орион», «Новое поколение», на стадионах «Волга» и «Симбирск» в спортивной школе «Юность». Начать заниматься спортом на пенсии легко, было бы желание. Анна Тищенко, Новости Улправды ТВ.